В Павлодаре продолжаются матчи второго тура чемпионата страны среди 12-летних хоккеистов в группе «Б». Помимо Иркаша, местные болельщики горячо поддерживают второй клуб, представляющий регион. Это Экибастурский ПСО. Их матч против команды «Алга» стал украшением игрового дня. Надо отдать должное гостям из Киргизии. Они не развалились, а продолжали бороться за каждую шайбу. Такие выезды закаляют парней. Это понимают и родители, прилетевшие из Бишкека. Не тяжело самолетом, но холодно, да. У нас теплее. Несмотря на отличный гол Адама Грицая, клуб «Алга» терпит поражение 7-1. Но в этот день экибастурцы действительно были хороши. Хоккей в Кыргызстане не очень развитый, поэтому у нас не очень такая команда большая. Но вообще в Кыргызстане много тренироваться и создавать вот, собственно, вот эту мощь кыргызскую. Наши ребята, ну, спорные, они три матча подряд сейчас выиграли. У Люксембурга, Арабов и Боснии. И отобрались во второй раунд квалификации к Олимпийскому. Ну, вот, вчера, последний матч заиграли. То есть это, ну, определенный прогресс. За счет родителей наездить или какая-то есть поддержка от области там? Все за счет родителей. Полностью все поездки, все родители. Директор помогает, там, где-то с транспортом. Особенная изюминка чемпионата и конкретно команда ПСО. Их игрок Кристина Войцеховская. Своим одноклубникам она приносит удачу. В семье у меня хоккейми занимается папа и занимался брат старший. Ну, и я решила, раньше я ходила на теннис, отходила год, а потом решила пойти на хоккей. Ну, новое пойти. И оказалось так, что, ну, во всем ПСО я была единственная девочка, а потом уже начали подключаться другие. На данный момент лидировать в группе «Б» продолжает Иртыш. 24 очка в активе, 19 у горняка из города Рудный, 14 баллов заработал экибастузский ПСО, 12 у резерва Астаны, следом с шестью сборной Алматы-2. У коллектива «Алга» пока ноль в графе.